Между ними происходит упор костной ткани по каким-либо причинам. Чаще всего они связаны либо с перегрузкой окклюзионной или с воспалительной реакцией в области. Если можно добавить, если вы в такой методике раскрываете имплантаты по двухэтапной, то есть сначала их глушили, потом, здесь важно разрез делать, знать где стоять имплантат. Рекомендуется, если вы работаете с шаблоном, шаблон не выбрасывайте, сохраняйте. Если он останется, вы будете четко знать где у вас стоять имплантат. И тогда уже не важно. Спасибо большое, Дмитрий Николаевич. Очень ценно. Это те мелочи практически, которые очень важны вам на каждом этапе, потому что просто так взять воды и налить по методикам не так интересно. Если есть прикрепленная десна, правильно? А она у вас же здесь все равно есть. Как у вас совсем слизистым. Бывает тоненькая полосочка, особенно, на челюсти. Ну, это не около. Понятно. Это верхняя челюсть. Да. Это верхняя челюсть. И Патрикополыч это на верхней челюсти. У него есть просто его работа, когда он показывает это на верхней челюсти. Я это делала наверху тоже. Я не могу сказать. Я внизу вот такую работу еще не делала, но не поделала. Ну, у меня не было там сложности. Мне никаких шаблонов не понадобилось. У меня достаточно тонкий был биотип десны, впрочем, как очень. Поэтому я знала, где меня позиционировали. Единственная сложность это на тонкую иглу и сосочки не такие мелкие. Нет. Сейчас я вообще здесь остановлюсь. Здесь сложность не в этом. Во-первых, вы берете шестерку. Это даже не обсуждаемо. И вот эти сосочки вы не пришиваете вот здесь между ними. Вы их фиксируете крестовидное матрасное пришивание. Чтобы они у вас лежали. Они не должны вот здесь зафиксироваться. Иначе, если вот здесь вы наложите шов, они у вас вот так вот выгнаться, как лодочки. И они такие, как сосиски, будут между этими формирователями. Все просто поумирает. Но не поумирать, это будет некрасиво. Ну, это некрасиво просто будет. Для, в общем, по-правильному, для эстетики это сделать так. Может, мне лисни тебя? Я посмотрю, что там у нас. Ага, вот так. Интересная достаточно работа. Вот этот винт мы не будем сейчас с вами обсуждать. Как бы другой серии абсолютно. А вот здесь у вас есть утрата межзубного сосочка и сквозной дефект в зоне имплантата. Если вы уверены, что у вас есть костная ткань в области обоих имплантатов, что вот здесь все это существует, вот эта кость, что здесь можно сделать? Есть такая методика. Вот наш утраченный сосочек. Сквозной дефект. Полная, конечно, вообще неприятность. Ортопедически, поскольку это переимплантная зона, она не восстановится. Никогда у вас ничего не попалдет, потому что эта зона, она рассчитана только на то, чтобы запитывать и удерживать хотя бы в этом положении десно. Вы делаете вот такой вот небольшой разрез вертикальный. Вот здесь вот сплит разрезом иммобилизируете вот этот небольшой лыскуточек. Разрез всегда паразональный. В паразонтологии это стандарт разреза. Не от зенита коронки, да, в пришедшином области, а всегда между. Отслаиваете. Здесь вы тоже расщепляете сосочек. Таким образом, то есть вы нёбно не разрезаете, вы отслаиваете его прямо по вестибулярной поверхности и расщепляете. У вас получается часть нёбного сосочка и часть вестибулярного. Перемещаете его вниз. Немножко его можно смоделировать, деэпитализировать вот эти грани. Но это для того, чтобы там какие-то процессы взбодрить. Утягиваете его вот сюда. Загибаете нёбно, нёбно деэпитализируете с той стороны и ушиваете. И у вас в принципе вот здесь межзубными швами, ну а здесь просто сближающая слизистая. Через 5 дней у вас это растёт. Сосочек в таком случае плотно репозирован. И то, что он будет сохранен, это абсолютно точно с учётом, что вот здесь будет правильный контактный пункт. Он назад не подтянется. А вы его должны плотно вот здесь зафиксировать, вот в этом месте. А здесь фиксируют крестообразным швом? Нет. Здесь его межзубными швами фиксируете. Да. К нёбу. А он не погибнет? Он у вас на ножку. Какая у него ножка большая. Не, он не погибнет. Не-не, он с ним ничего не будет. Ну, тут можно на самом деле произвращаться. Тут можно его ещё, вот я люблю прижимать п-образными швами. Обвивать, например, и прижимать, не прокалывать через нёба. В этом случае я бы проколола единожды через нёба, а с дистальной поверхности оптимальной вывела бы просто через контактный пункт, например. И прошилось бы вот здесь, и вот шёл бы, у меня был бы вот здесь, я бы прикрала его ещё в этой поверхности. Это техника а-ля кровата, это по-итальянски галстук. Полос, с наружной стороны, да, проходим. Угу. Обязательно условия нёбно доэпитализируйте немножко поверхность, в которой вы пришиваете. А смысл, вообще последняя тенденция всей парадонтологии, она идёт к тому, чтобы мы минимально инвазивными методиками уходили в зону микрохирургии и работали только на каких-то маленьких объёмах и старались обходиться собственными тканями. Не беря огромные вот эти полнословенные лоскуты. Ну, я большой поклонник, на самом деле, просто профессора Зухеля, поэтому я, наверное, как-то близка к его теории, что надо всегда стараться создать где-то своим ресурсом, что человек у него подносал безгранично. Забор. Всё-таки мы остановимся, извините, мотканного трансплантата. Зона до клыка. Иногда её очень нужно. Иногда нужно ножку оттуда вытащить, иногда нужно расщепиться там. Очень сложно. Если у пациента выражена волнообразность нёба, очень сложно сделать доэпитализацию в этом случае. Иногда приходится брать полнослойный лоскут и ты просто срезаешь вот это всё ребристость и иссякаешь. Травматично очень. Но иногда такие тут операции приходится делать. Идеальное место отступив 2-3 мм от лесневого края, вот в этой зоне, вот, пожалуйста, работать можно сколько угодно. Техника свободного трансплантата, я думаю, что всем понятно, полнослойного, да, но взяли, вырезали. Единственное, он всегда быть должен как минимум на 50% больше, чем зона дефекта. А лучше вообще в два раза. Потому что он сократится, во-первых, сразу после того, как вы его заберёте. Во-вторых, у него всё равно будет небольшая зона некротизации. Это законы природы, это биология. Здесь мы никуда не можем уйти. Забор расщеплённого соединительного тканного трансплантата выполняется двумя методиками. Иногда нам требуется полосочка небольшая эпителизированной десны. Тогда мы выполняем вот... Чёткой линией будет обозначить. Это разрез только по эпителию, неглубокий до соединительной ткани. Мы рассекаем только эпителий. Вот этот разрез мы рассекаем тоже только эпителий. Потом мы устанавливаем параллельно нёбу, поверхности нёба скальпель. И начинаем расщепляться. Вот это разрезы. Честно, если вы делаете это не часто, я советую сделать вот здесь полный разрез. Вам будет легче, вы не будете мучить себя, не будете мучить пациента. Сделайте это быстро, потому что вот это надо делать быстро. Вы расщепились, у вас остались два вертикальных разреза, один вот здесь. Ну и небольшой недостаток нёба. Ну вот этот дефект с миллиметра там полтора, он быстро заживает, не очень сильно. Мучается пациент. Ну вы всё это ушиваете крестообразными объемными швами. Есть ещё один метод, когда нам не нужен никакой эпителий. Выполняется он так. Производится эпителиальный разрез. Препарируется на два где-то миллиметра, на миллиметра полтора. Пока у вас нет ни боковых разрезов, ничего. А потом производится полнослойный разрез до кости. И у вас получается, что когда вы будете, вы вытащите свой расщеплённый лоскут вот отсюда уже потом. Можете один разрез послабляющий вертикально сделать. Но когда вы свиёте края раны, у вас вот здесь будет эпителиальная выстилка, помогающая лучше сблизить края раны и создать меньший дискомфорт для пациентов. В общем-то, эта вот заморочка, она только для того, чтобы пациенту было лучше, для того, чтобы лучше раневая поверхность на небе заживала. Ну, она несложная. Если у вас есть желание, вы можете сделать приятную основу пациента. Существует в области переимплантной зоны три, в общем, основополагающих методики пластики мягких тканей. Это аугментация до того, как вы собираетесь, вы в этом месте уже быстрее поймите. Приятного апреля лицо. Приятного апреля лица. Президенная зоны три, в общем, Продолжение следует...